Новый православный храм во имя свидетелей Николая Чудотворца начали возводить в Анапе. Строительством занимается компания Крост, в работе которой важное место занимает именно социальная составляющая. Церковь в Анапе для компании уже 38-й по счёту подобный проект. Как проходило освещение закладного камня в нашем следующем сюжете. Для православных жителей Анапы это событие исторического значения и духовная радость. Строительный концерн Крост возводит храм во имя святителя Николая Чудотворца. Он появится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград» в посёлке Витязева. Торжественный член освещения закладного камня совершает епископ Новороссийский и Геленджикский Фиагност. У нас нет при их спортивных организациях, учреждениях, нет храмов. А это единственный первый случай, который, надеюсь, положит основание и в других местах, где будут строиться храмы православные. Потому что уповать нужно не только на свои мышцы, на свою технику, правда ведь, и не только её развивать. Но самое главное, чтобы сила духа была. Сила духа куётся в храме Божьем. Идея возвести церковь на территории спортивного комплекса не случайна. «Волейград» — главная база подготовки сборной России по волейболу. Сейчас здесь как раз проходят сборы. А в новом храме спортсмены смогут духовно настроиться перед важными международными соревнованиями за честь страны. Под руководством руководителя попечительского совета Патрушева Николая Платоныча появилась идея на территории базы сборных России построить храмы. Чтобы спортсмены всех возрастов от детских команд, юношеских, молодёжных и взрослых имели место, куда можно было прийти перед соревнованиями, после соревнований и причаститься к Богу. Я думаю, что это будет всё-таки помогать нашим спортсменам достигать результата. Храм во имя святителя Николая Чудотворца уже 38-й, в строительстве которого принимает участие концерн «Крост». Церковь возводится по всей стране, в том числе и в Подмосковье. Такое строительство идёт и в рамках правительственной программы. Оригинальное архитектурное решение, визитная карточка компании. Яркий пример — храм во имя иконы Божией Матери Державная на Шабловке в Москве. Он и стал архитектурным прообразом для новой церкви в Анапе. Больше 25 лет назад мы приступили к сперва реконструкции, реставрации, а потом уже, слава Богу, и к новому строительству храмов. Повеление души. Это даёт понимание своего места всех 6 тысяч человек, рабочих, инженеров, которые строят храмы. Кроме активного участия в деле возрождения русской православной церкви, концерн «Крост» занимается и другими социальными проектами. Компания также строит жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности — школами, детскими садами, поликлиниками и спортивными комплексами. Наталья Агеева, Наталья Родригес, Новости 360.